Всем привет! Меня зовут Илья и сегодня я буду тестировать самый мощный двигатель на карамельном топливе в пластиковом корпусе. Поехали! В видео пьяной ракеты я испытывал различные сопла, напечатанные на 3D принтере и работающие на спиртовоздушной смеси. Пластиковые сопла Лавали я использовала для испытаний пероксидного двигателя, двигателя Вальтера. И вот настало время их испытать с карамельными твердотопливными движками. Да, пластиковые сопла это несколько сомнительный вариант, но я уже рассказывал о том, что у РРКС есть вполне себе рабочие двигатели вроде Жора-300. Пластик, конечно, будет плавиться при работе двигателя, а сопло быстро прогорать, но тем не менее ребята утверждают, что это не столь значительно, а двигатель показывает впечатляющие результаты. Так что я решил попробовать сам повторить их опыты и снять показания тяги со стенда. Для начала я хочу попробовать сделать двигатель на базе 32-мм трубы, то есть с четырьмя шашками диаметром в 21 мм, такой же, какой я делал в видеоракеты высокой мощности. Я нарисовал сопло с критикой в 5 мм и срезом в 12,5 мм, то есть коэффициент расширения 6,5 мм. Для того, чтобы удержать сопло на месте, сопло я буду устанавливать с креплением саморезами в торцы, а также болтами М4 по окружности. Распечатываем сопло и заднюю заглушку. Затем наносим тормостойкий герметик и сажаем по месту на саморезы. Затем нарезаем резьбу под болты и закручиваем. Ну и идем испытывать. ですね, Неудача. Сопло полностью расплавилось, прогорело в месте крепления болта. Заглушка осталась цела, но давайте раскрутим и посмотрим что внутри. Видно, что недостаточно плотное прилегание плоскости сопла привело к тому, что газы прошли под крышку и внешняя оболочка сопла прогорела. Видно изнутри, что фронт прошел и по болту. Другими словами, идея с замкнутой крышкой не самая удачная, так как сложно плотно прижать и подогнать все детали, а наличие сквозных отверстий под болты в камеру сгорания и вовсе привело к разгерметизации в первые доли секунды. Прогар сопла 6 мм, то есть в два раза больше изначального диаметра. Шлака в камере сгорания осталось больше ожидаемого. И видно, что теплоизоляция и бронировка почти полностью выгорели. Задняя заглушка осталась целой, никаких следов горения нет. Что ж, давайте оставим этот диаметр двигателя в покое и оставим лишь крепление на саморезах. В 32 мм трубе толщина стенок не такая большая, чтобы закручивать и удержать сопло только их силами. А вот в 40 мм все хорошо. Там толщина стенок почти 6 мм. На сей раз я нарисовал сопло под 40 мм трубу с критикой в 8 мм и расширением в 23 мм. Коэффициент расширения в 8 мм. Я буду по сути использовать тот же двигатель, что и в полетном двигателе для Drake 5, с разницей, что вместо 9 мм сопла из эпоксидной смолы, здесь и сопло я буду использовать пластиковое профильное сопло с критикой в 8 мм. С учетом прогара, такой движок должен дать прирост максимальной тяги средней полного и удельного импульса в среднем на 10%. В отличие от двигателя DKR39280PKS, где используется скрепленный заряд, в данном случае я буду использовать отдельные топливные шашки, 4 штуки по 45 мм каждая. Использование отдельных топливных шашек должно выровнять профиль тяги, сделать выгорание двигателя более равномерным. Чтобы отлить одинаковые шашки, я подготовил своеобразную пресс-форму ровно под корпус двигателя. Внутренняя толщина бронировки регулируется намоткой нескольких слоев бумаги. Для прессовки используется стальной стержень диаметром 7 или 9 мм, шайба и собственно пресс. Отлитые шашки измеряются по размеру и весу, чтобы определить их плотность, а полученный образец топлива в обязательном порядке проходит тест горения. Сопло и заглушка сажаются на саморезы и герметик, крепление в торец и, наконец, огневые испытания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, частичный успех? Двигатель остался цел, но видно, что сопло почти полностью выгорело. Пойдем в мастерскую и разбираем движок. Задняя заглушка полностью цела, а от сопла осталась только внутренняя часть. Прогар 7 мм, с 8 до 15 мм соответственно. И, собственно, результаты тяги тоже далеки от расчетных. На этом моменте можно было остановиться и утверждать, что пластиковые сопла даже для работающих секунду движков совсем не годятся. Но все-таки мне стало интересно, как удалось добиться результатов ребятам из Панк Рокетс. Я решил связаться напрямую с руководителем Панк Рокетс, Олегом, и попросить его совета. Мне он посоветовал пересчитать сопло не в программе от Рокки Рокки Нозл, а в РПС, Rocket Propulsion Analysis. Если забить параметры в эту программу, то профиль сопла для расчетного давления выходит несколько иной. Впрочем, Олег утверждает, что разгар в их случае 6-8 мм все равно. Раз так, то рабочее давление целесообразно будет сделать выше, а значит нужно будет удлинить двигатель еще на одну-две шашки. Итак, из РПА я экспортирую профиль сопла в SolidWorks и дорисовываю все остальное. Это сопло у меня получилось чуть меньше, чем мое, имеет критику 6 мм и диаметр среза в 19,5 мм, где коэффициент расширения 10. Дополнительно, учитывая меньшую длину, я добавил два желобка для дополнительного уплотнения сопла. В теории такой двигатель должен выдавать в пике 30 кг тяги и 20 кг средний, с полным импульсом в 250 ньютон секунд и удельным импульсом в 115. Расчетное давление 50-70 атмосфер. И, честно говоря, тестировать двигатель с такими параметрами мне на своем участке совсем не хочется, поэтому отправлюсь в поле, но тут наконец-то наступила зима. Поле занеслось снегом, сделав испытание совсем некомфортным делом, тем более учитывая необходимость крепления стенда на промерзший грунт. Ну что ж, поделать нечего, устанавливаем все и запускаем. Заранее извиняю, что все испытания в поле не сильно наглядные, так как движок поднимает много пыли и снега, и в целом достаточно плохо видна его работа. Ну факт, опять неудача. На сей раз опять проблема в герметизации сопла. Здесь свою лепту внес тот факт, что для данного испытания я использую новую трубу и новая труба не полностью идентична старой. Дело в том, что трубы для горячего водоснабжения, хотя и должны быть сделаны по ГОСТу, но там описывается внешний диаметр трубы, а внутренний от производителя к производителю, от модели к модели может отличаться. В принципе, такой проблемы не должно быть в пределах одной модели от одного производителя, но на практике играет роль, какой парке принадлежит то или иное изделие. В моем случае отличие в трубах в 0,2 мм. Это может показаться не таким уж и большим значением, но не в случае, когда речь идет о 60 атмосферах. Небольшой зазор привел к тому, что газы начали выходить по одному из отверстий саморезов, а движок и вовсе закрутило во время горения. Собственно, и результаты совсем не консистентны. Что ж, придется переделывать все заново. На сей раз я дополнительно на сантиметр удлиняю сопло внутрь камеры сгорания, что должно увеличить изоляцию. Увеличиваю диаметр желобов, а также утолщаю слой крышек. Они должны в таком варианте меньше быть подвержены тепловой деформации. И снова все собираю заново. Учитывая тот факт, что прошлое сопло очень неплохо успело прогореть, я также хочу попробовать использовать дополнительную защиту для сопла. Графитовое напыление. Графитовый лак при температуре выше 300 градусов спекается с пластиком и в теории может повысить теплостойкость сопла. К слову сказать, в этот раз мне удалось отлить шашки с плотностью практически равной теоретической плотности для сорбитовой карамели. Обычно у меня плотность отливки где-то 90-95% от теоретически, а вот в этот раз получилось 98%. А значит тяга должна быть еще больше. Ну, это хорошие новости, идем в поле. Ну, снег отбросило, ну, визуально метров так 5-7, наверное. Меньше 10 развода на снегу. Сейчас покажу, что вообще получилось. Не то, что снег, а вместе он с грунтом. Вот тут вырвало грунт. Что вообще по движку? По движку вот что. В целом, ну, разгар как бы приедем домой, померяем. Ну, в принципе, он такой же. Немножко тут не хватило изоляции. Видно, что по одному шурупу прогорело. Вот. Но не сильно значительно. В остальном пустой. Отработал быстро. Да, сопло разгорелось по максимуму, а потому, конечно, опять результат далек от ожидаемого. Несмотря на небольшой прогар движка, я не думаю, что это оказало сильное влияние, так как видно, что прогар произошел в конце работы двигателя, если вообще не во время горения трассера уже. Тем не менее, прогар, равный двойному, а то и тройному диаметру критики сопла, сводит на нет все плюсы и эффекты от профиля сопла. Грубо говоря, выгоднее использовать полусополовик из эпоксидной заглушки. То есть, то, что красиво должно работать в теории, на практических тяговых испытаниях, показывает себя далеко не так радужно. Но, однако, я думаю, есть плюсы в данной технологии. Она достаточно простая и дает возможность в теории переиспользовать хотя бы частично двигатели, заменяя сопло. Ну и я бы не спешил завершать это направление, и хотелось бы мне довести этот проект до ума. Технологию сделать более надежной, а также по возможности уменьшить разгар сопла. Но это уже в следующей серии. Пока, пожалуй, я закончу с испытаниями на зимний период, чтобы все-таки дождаться более подходящей погоды. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и оставляйте комментарии, как я оставил ссылку на 3D-модели сопла и заглушки в описании к видео. И там же оставил ссылки на группу ВКонтакте, Донаты и Патреон. Если вы здесь впервые, то подписывайтесь на канал и бейте в колокол. С вами был Илья, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok